Подготовить почву, загрузить сейлку, зерном, а после закатать. Это нехитрый процесс Магомед Умаров за 4 года, что трудится механизатором, выучил наизусть. К работе земли он подходит с ювелирной точностью, проясняя просто, что посеешь, то и пожнешь. Пару кругов сделал, посмотрел, как пшеница закончилась, семена есть в сейлке или нет. Если нет, есть, дальше нет, подъезжаем, заполняем, сеем. Чтобы собрать хороший урожай, сперва необходимо тщательно обработать и приготовить почву к посеву о зимах. Так как погода почти все лето стояла засушливая и почти никакой влагой не пропитывалась, обработать ее как следует не получается, что в свою очередь потом отражается на всходах. Но откладывать посевные работы в гупе не стали, ведь неизвестно, какие еще сюрпризы преподнесет погода. Сейчас бы сельхозтоваропроизводительным дня 2-3-4 тщательного дождя, то есть почва сухая, на глубине 0,20-20-40 вообще отсутствует влаги. Может она где-то еще на глубине есть, но для посева о зиме пшеницы она роль никакой не играет. Сейчас на свой страх и риск мы начали посевную. Всего в регионе в этом году планируют засеять около 25 тысяч гектаров о зиму. У одного лишь губа «Дружба» под посев отведено 450 гектаров. Аграрий использует только самые лучшие сорта юга краснодарского производства, которые приспособлены к различным климатическим условиям. Также они планируют посеять 165 гектаров рапса, горчицы – 108 гектаров, 75 гектаров гороха. Это только уже на следующий год. А зиму ящеменя у них будет где-то 280, ну 200 гектаров в пределах. Ну, в принципе, структура сего оборота в хозяйстве оптимальная. Мы подобрали им культуры, которую они могут, как бы вам сказать, и посеять, и получить прибыль. Проблем с техническим оснащением у предприятия нет. Тракторы, комбайны, процепной инвентарь, вся необходимая техника здесь предусмотрена. Главное с умом – распределить ее по полям, чтобы сев шел без остановок, говорят в ГУПе. Ведь время поджимает, а работы еще много. К примеру, на этом поле в 72 гектара задействовано 5 единиц техники. Но сегодня работают только две севки, но и этого здесь вполне достаточно. Закончить севозимых на всех полях планируют уже к концу октября. Тем более, что погода пока аграриям только благоприятствует. Жародат Халукоева, Мербит Мержоев, Новости 24.